Выходные отметились и штормовым ветром. Шквалистыми порывами до 23 метров в секунду срывало сайдинг с домов, двери в подъездах, рекламные вывески, покосило даже дорожные знаки. Совсем не мартовская погода принесла управляющим компаниям серьезные убытки, которые еще только предстоит подсчитать. Такого ветра заполярная столица не видела уже несколько лет. Вместе с гололедом он принес немало неприятностей пешеходам и автомобилистам. Но для них он ограничился лишь двумя выходными. А вот владельцам жилья и управляющим компаниям некоторых многоквартирных домов еще предстоит привести в порядок свои дома. Не на шутку разбушевавшийся ветер сорвал сайдинг с некоторых зданий. Прежде всего нужно позвонить в управляющую организацию, в аварийную службу. В случае, если вдруг что-то там произошло, выезжают управляющие организации, специалисты, производят внеплановый осмотр общего имущества, крыши, фасады, окна, двери, стекла и составляют акт. Естественно, они как можно быстрее должны устранить данные повреждения. Больше всего от ветра пострадал дом номер один по улице Калмыково. У здания полностью оторвало сайдинг с торца и части фасада. Согласно закону, устранение таких повреждений происходит за счет средств управляющей организации. Например, управляющая компания Наренмарстрой уже подсчитала убытки от шторма и собирается заняться ремонтом в ближайшее время. Управляющая компания, на то она и существует управляющая компания, мы управляем. Произошел как бы штормовой ветер, сорвало с крыши домов листы. Мы понесли определенные убытки, но ничего здесь в этом страшного нет. Однако ремонтировать здание возможно еще рано. Метеорологи дают неутешительный прогноз на ближайшие сутки. Шквалистый ветер до 22 метров в секунду при температуре от 0 до плюс 2 градусов. Причина столь нехарактерной для марта погоды – скандинавский антициклон. Циклоны же ведь везде и по телевизору показывают. Пришли такие вот циклоны и из-за этого у нас по всей территории же, не только в округе. Вообще аномально. Больше она похожа и по температуре на апрельскую погоду, чем на мартовскую. Спасатели МЧС напоминают – во время шторма надо быть осмотрительнее. По возможности не находиться вблизи шатких конструкций, обращать внимание на рекламные щиты и вывески. Окна и двери в домах лучше держать закрытыми. Возможно, эти простые правила помогут сохранить имущество и здоровье. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, Телеканал Север.